МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Совсем недавно довелось мне высказать свое отличное мнение о страшной авиакатастрофе российского лайнера, летевшего из Египта, и о тех, кто посмел в дни национального траура ряжеными скакать на вечеринках во имя дьявола и всяческой жути и мерзости. Оказалось, все это были только цветочки. Мерзость – вот ключевое слово. Метастазы ее распространяются, к сожалению, со скоростью света. Страшно. И за нас, и за подрастающее поколение. Теперь поясню. То есть о ягодках поговорю. Есть такой французский сатирический журнал «Шарли Абдо». О нем я еще расскажу чуть подробнее. Суть же в том, что на своих страницах он опубликовал, вы не поверите, карикатуры на катастрофу нашего лайнера на Синайском полуострове. Катастрофу, жертвами которой стали 224 человека. Французы изобразили пассажиров аэробуса, обломки самолета, летящие в голову террориста. Надпись под рисунком гласила «Российская авиация усилила свои бомбардировки». Ну, что сказать. Замечу, это начало ноября, а в сентябре этот журнал тоже отличился. Была несколько иная ситуация, связанная с беженцами. Турецкая журналистка Нелюфер Демир из Бодрума запечатлела тело трехлетнего Алана Курди, уроженца сирийского города Кабани. Перегруженная лодка, в которой он плыл со своими родителями, в Европу, перевернулась в утренние часы. Ребенок утонул, и его тело вынесло на турецкий берег. Снимок этот перепечатали множество европейских изданий. Я видел фотографию. Такая же тяжелая, как и снимок Дарины, самого главного пассажира нашего погибшего лайнера. А что французские карикатуристы в кавычках? Правильно, прямо на обложке журнала они изобразили мертвого ребенка, лежащего лицом на песке турецкого берега. И надпись «Так близко к цели». А рядом видна реклама ресторана быстрого питания со словами «два детских меню по цене одного». Что сказать? Теперь о журнале, как и обещал. Если кто-то забыл, то в январе об этом Шарли узнал весь мир. 7 января этого года в ходе вооруженного нападения на офис редакции в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Погибли ведущие авторы журнала, его главный редактор. За что? За карикатуры на пророка Мухаммеда. От них впоследствии, к слову, журнал отказался. Больше не стал их публиковать. Но предварительно успел продать несколько выпусков рекордным тиражом. Вместо своих обычных 150 тысяч – 3,8 миллионов экземпляров. По 3 евро, кстати, за штуку. После нападения террористов фраза «Жесуи Шарли», то есть «Я Шарли» стала лозунгом защитников свободы слова во всем мире. Все наши отечественные либералы немедленно нарядились в футболке с соответствующими надписями. Интересно, что многие из них и сейчас утверждают, что они все равно Шарли. Дескать, когда человек говорит «Я Шарли», это означает, что он выступает противником физической расправы с инакомыслящими. Мыслящими, слышите? А где здесь мысли в том, о чем я рассказал? Лично я вижу здесь только, извините, испражнения какие-то. Смеяться у могилы могут только нелюди. А все это так называемое творчество сотрудников данного журнальчика, порно-карикатуры на религиозные темы, ну это вообще специализация Шарли, оскорблят все религии на свете. Рисунок про утонувшего сирийского мальчика-беженца, теперь про самолет, все это не имеет никакого отношения к свободе слова, к демократическим ценностям. Это называется кощунством. Не имеет отношения ни к демократии, ни к самовыражению. И еще, если в Шарли и БДО утверждают, что для них нет запретных тем для смеха, почему же после расстрела своих коллег в офисе журнала они не нарисовали карикатуру на убитых художников с надписью «Налицо оптимизация расходов на зарплату. Ха-ха. Наконец-то мы избавились от тех, кого стеснялись уволить. Могу еще предложить. Мама, наконец-то наш папа стал известным журналистом, как ты и хотела. Не смешно? А про себя так шутить толерантная Европа не хочет. Мне кажется, старушка Европа даже не зашла, а стремительно пронеслась в какой-то страшный и глухой тупик. Себе эти люди готовы позволить все, другим – ничего. То, что сотворили сотрудники этого издания, вообще находится за пределами морали и любого нравственного закона. Впрочем, они так жили и работали всегда. Просто, когда это коснулось нас самих, насмешка над нашей трагедией оказалась стократ больнее. Вот только уверены ли эти господа европейцы, что они смогут выдержать нашу боль? В 2002 году над Боденским озером столкнулись два самолета. Среди погибших были 52 ребенка, летевших на каникулы. Погибли из-за ошибки диспетчера. Спустя полтора года к нему домой пришел Виталий Калоев, человек, потерявший в той катастрофе всю свою семью – жену, детей. Пришел показать их фотографии и попросить извиниться хотя бы. Диспетчер Нильсон выбил эти фотографии у него из рук и указал на дверь. С нашим человеком, тем более уроженцем Кавказа, так поступать не стоило. Дальнейшее известно. Калоев убил Питера Нильсона, отбыл срок в швейцарской тюрьме и вернулся на родину, где земляки, кстати, встретили его как героя. Берегите себя и своих близких, и физически, и морально. Сейчас, возможно, это даже важнее. С вами был Александр Малькевич, и это было мое отличное мнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова